В этом году новосибирцы так долго ждали летнее солнце, что не хочется говорить о его вредном воздействии. Но, тем не менее, оно есть. Прежде всего, речь об ультрафиолетовом излучении. И выделяют даже заболевания глаз, вызванные ультрафиолетовым излучением. Это могут быть острые состояния, например, ожог кожи век. Это может быть так называемый фотокератит. Когда воспаляется поверхностные слои роговицы, у человека возникает острая световая язнь, слезотечение, блефораспазы. Не могут открыть глаза. Достаточно мучительное состояние, которое требует лечения. И, наконец, это повреждение сетчатки. Это ожоги сетчатки, так называемая ретинопатия. Существуют также хронические заболевания глаз, полученные в результате вредного воздействия ультрафиолета. Ультрафиолет считается природным канцерогеном. Он может вызвать мутации и даже раковые заболевания, такие как меланома ВЕК, усугубляет течение катаракты. Правильная защита от ультрафиолетового излучения – это широкополая шляпа и солнцезащитные очки или контактные линзы. Хорошие солнцезащитные очки должны полностью нейтрализовать ультрафиолет. Это солнечные лучи с длиной 400 нанометров. То есть если блокируются лучи 380-400 нанометров, то это уже хорошая защита от ультрафиолета. Такие очки, как правило, они сертифицированы и они есть во всех салонах оптики. Я, конечно, советую, чтобы выбрать солнцезащитные очки, это все-таки обращаться в салоны оптики, которые имеют сертификаты. Качественные солнцезащитные очки дешевыми не бывают. Автальмологи предупреждают – так называемые очки сладка не защищают от ультрафиолета. Затемненное стекло или пластик способствует расширению зрачков и воздействие ультрафиолетовых лучей только усиливается. На мой взгляд, все-таки это надо покупать обязательно в специализированном салоне, магазине. Ну, по той причине, что я сама проблема у меня со зрением была оперированная. Я знаю, что такое отсутствие зрения, поэтому его надо обязательно беречь. Ну, потому что там, по крайней мере, гарантия, знаешь, что оптика, которая соответствует стандартам, а которая вот здесь продается, нет гарантии, что глазки свои не сожжешь. Для здоровья глаз, как бы, нужно, чтобы это была оптика, специализированный отдел. Ну, и там же они специальные, с каким-то напылением идут, чтобы защита была от ультрафиолета. Ну, я пока что рискую, так скажу. Если следите за своим здоровьем, стоит все-таки обратиться в салон. Лучше, конечно, специализированную оптику, чем простая пластмаска. Они все равно не помогут. Нужно разделить два понятия. Защита от ультрафиолета и защита от яркого солнца. Потому что яркое солнце, так же, как синяя часть видимого спектра, тоже негативно влияет на глаза. Это разные понятия. И, например, абсолютно прозрачные линзы могут быть защитой от ультрафиолета. Поэтому вот эта степень показателя, как бы, затемнение линзы, это не защита от ультрафиолета, что, в общем-то, иногда путается. Берегите свои глаза и зрение от негативного воздействия солнца. При выборе солнцезащитных очков лучше обратиться к специалисту. Лето, солнце, жара. Самое время подумать о здоровье глаз. Как правильно выбрать очки – вопрос не только эстетики и моды. Ведь главная функция аксессуара – защитить глаза и кожу вокруг от вредного воздействия ультрафиолета. Как сохранить зрение и правильно выбрать очки, сегодня говорим с врачом-офтальмологом Ириной Елмановой. Ирина Елманова. Офтальмолог, профессиональный стаж, 6 лет. Есть опыт работы в автометрии. Ирина Витальевна, как яркое солнце влияет на здоровье глаз? Ну, яркое солнце – это хорошо. Мы все с нетерпением его ждали весь май. Но если на кожу оно влияет положительно, то на глаза, к сожалению, только отрицательно. То есть ультрафиолет, все спектры А, Б, С, он для глаз вреден. Причем для разных структур. Коротковолновый спектр он задерживается роговицей и хрусталиком. А с другой длиной волны, 400 нанометров и более, он доходит до сетчатки. Соответственно, есть даже целая группа заболеваний, офтальмогелиоза, которые вызываются именно солнечными лучами. Когда ультрафиолетовое излучение наиболее опасно? В периоды наибольшей активности солнца, в наше время это лето, если мы куда-то едем отдыхать в тропические страны, чем ближе к экватору, тем выше солнце над горизонтом, тем больше отраженных лучей ультрафиолета и тем больше, соответственно, опасность для глаз. Поэтому при поездках в жаркие страны обязательно нужно о здоровье своих глаз заботиться, приобретая солнцезащитные очки. Как правильно выбрать очки? На что самое главное нужно обратить внимание? Если вы не хотите просто погулять по городу, то степень защиты от ультрафиолета все равно должна быть максимально высокой. Ну, тонировка может быть какой-то не слишком темной. Слишком темной для города выбирать не надо. Это может быть градиентная окраска, когда сверху линза темнее, внизу светлее. Это может быть уровень затемнения, ну, процентов 50. Если вы планируете отдых, активный отдых в горах или на море, линза должна быть затемнена хорошо. Нужно следить за тем, чтобы очки как бы облегали лицо, чтобы заушники плотно прилегали, были широкими. И тогда глаз будет защищен, потому что отраженный свет, он проникает и под линзу, ну, как бы заходя за заушники. Если речь идет об очках для водителя, то наоборот, широкий заушник лучше не выбирать, потому что он будет мешать обзору. Какого цвета должны быть линзы у солнцезащитных очков? Их очень много, но с этим тоже нужно быть осторожным. Самые нейтральные цвета это серый и коричневый. Они не уменьшают контрастность, просто чуть-чуть цвета приглушают. Поэтому большинство фирм, которые делают рецептурные линзы, они и идут, выбор у них серый, коричневый, серо-зеленый. Это самая нейтральная гамма, которая положительно и на психику человека влияет, и глазу не дает устать. Яркие цвета, оранжевый, красный, зеленый, они отсекают определенный спектр. Водителям ими пользоваться нельзя. Ну, синий цвет, он традиционно угнетает, так что такими очками тоже нежелательно долго пользоваться. А что касается материала, что лучше выбрать, стеклянные, пластиковые, акриловые? Почему-то многие до сих пор думают, что лучший материал это стекло. На самом деле это уже давно не так. Во-первых, потому что стекло само по себе травмоопасно, да, но когда падает и разбивается, то может все это очень неприятно закончиться для глаза. Пластик сейчас идет ударопрочный, ударостойкий, и он имеет в себе все необходимые покрытия, которые нужны для защиты глаза. Это и защита от ультрафиолета, это и упрочняющее покрытие, просветляющее, плюс он всегда будет легким и тонким. Поэтому, безусловно, пластик – это выбор, особенно если речь идет о детях. Кстати, о детях. С какого возраста необходимо покупать очки? Ну, когда ребенок начинает уже активно выходить и гулять на улицу, наверное, с года уже можно задуматься о солнцезащитных очках, потому что глаз ребенка устроен таким образом, что хрусталик прозрачен и пропускает ультрафиолет полностью. Никаких преград, никаких барьеров для него нет. Он весь фокусируется на сетчатке. Тут, конечно, естественные механизмы срабатывают, сужение зрачка, прищуривание, да, но все равно очки нужны. Опять же, если вы едете куда-то далеко отдыхать. Обычно детишки сами понимают, что в очках лучше, чем без очков, и от них не отказываются.